Дороги Риги Всем Рижанам Но я как водитель Сам не удовлетворен Состоянием наших дорог И это понятно Если мы едем за рулем Бесполезно рассказывать, что все в порядке Амплитуда температур такова В нашем регионе Что состояние дорог Нужно все время поддерживать И еду за рулем Вижу эти дороги и думаю, елки-палки Кто же за это отвечает на самом деле? Я Понимаю недовольство водителей Понимаю недовольство жителей города Все-таки это все вылазит Но давайте разберемся В Риге Порядка 10 миллионов квадратных метров Дорожного покрытия По хорошей практике И вообще по технологии Мы должны менять это покрытие Раз в 6-8 лет Соответственно, если Простую арифметику посмотреть То мы должны где-то в год Менять миллион квадратных метров дорог Что потребует порядка 30 миллионов евро ежегодно Состояние на сегодня такое Что мы способны Исходя из бюджета Менять порядка 200 тысяч квадратных метров То есть наш бюджет Составляет от 4 до 6 миллионов евро Ежегодно на ремонт дорог На возобновление асфальтного покрытия И мы все время находимся в ситуации Фигара здесь, фигара там Пытаясь заделать ямы в одном месте Они вылазят в другом месте Вот вы говорите 6-7 лет Надо менять покрытие Но иногда создается впечатление И вот в социальных сетях Часто водители жалуются Что происходит ремонт постоянно Раз в год на том же месте Ремонтируются ямы Но тем не менее лучше не становится Вы знаете, у нас здесь много факторов Которые являются предпосылкой Для такой проблемы Это и достаточно плавающая почва Еще раз отмечу то, что амплитуда температурная Мало в каких странах Допустим, есть такой люфт градусов От минуса до плюса У нас же постоянно Вы тоже в Риге, наверное, живете И все в Риге живут Видят то дождь, то мороз, то снег Естественно, происходит разрыв асфальтового покрытия Плюс я замечу, что система на самом деле Как Кузьма Прутков говорил Зрив корень Откуда? Есть целостность Целостность асфальтного покрова Как только происходит ремонт каких-то коммуникаций Если эта целостность нарушена Все, это как лоскутное одеяло Начинает лезть все по швам Аура дороги нарушена Жди, что там будут проблемы Но мы знаем это Нет такого, что мы живем где-то в сказке И думаем, что все это решится само собой У нас есть мысли по этому поводу И мы очень-очень в Думе конкретно настроены Решить эту проблему И решить проблему именно в корне Для начала решив проблему Вот этого лоскутного вскрытия асфальтового покрытия То есть есть такие программы Мы над ними работаем И я думаю, решение это увидит Но нужно принимать во внимание Что если мы делаем это сегодня То результат будет через какое-то время Ведь все это вкладывается Закладывается еще на уровне На этапе проектирования Скоро лето, время вечных ремонтов дорог Где конкретно в этом году Режанам ждут пробки Где конкретно будут ремонтироваться дороги Ну, спешу успокоить Поскольку это лето И школьники все разъезжаются То, наверное, это какой-то компенсаторный механизм Этим пробкам есть Но зато есть поток в Юрмалу, например Зато есть поток в Юрмалу Да, согласен И по ремонту дорог У нас есть, так скажем, программа Где мы на 4-5 лет распределили В каком районе мы будем вести ремонты дорог Так, чтобы было четко видно Не так, чтобы подмазали в одном месте Припудрили в другом А так, чтобы плюс-минус Жители видели, что вот в этом районе Дороги отремонтировали И совокупно это полотно В хорошем состоянии В прошлом году мы ремонтировали в основном иманту Плюс, естественно, аварийные ремонты дорог Которые требовали уже И которые нельзя было отложить В этом году мы в основном Наше внимание Обратим на центр Что самое важное И самое интересное Мы полностью поменяем покрытие На улице Кришьяна-Барона От старого города До Бривибас Перестелим полностью брусчатку Уберем все асфальтовые заплатки Которые не вписаны Она будет перекрыта летом? Она будет, естественно, по частям перекрываться Мы не будем делать так, чтобы все и сразу Так же, как вы видите, допустим, островной мост Идет полномасштабный ремонт Но проблем из-за этого не наблюдается Никаких пробок не появилось Там есть на Кришьяна-Барона велодорожка Сейчас расскажу На Кришьяна-Барона Будет специальная велополоса Если вы знаете улицу Госпиталя Которая тоже является улицей Которая покрыта брусчаткой Там есть специальная такая велополоса Тоже из специальной брусчатки Так вот Мы вот этот исторический круглый камень Положим, перестелим весь между рельс И с участка Перновас до Бривибас Мы эту историческую брусчатку снимем И постелим вдоль всей Кришьяна-Барона Междурельсовое пространство Потом там, где часть для транспорта Для машин Будет постелена брусчатка обработанная То есть выровненная Там, где велополоса Там будет специальная бетонная брусчатка Которая не будет давать вибрации При езде на велосипеде И мало того Все тротуары по улице Криш-Барона Мы тоже замостим плиткой В этом году до Дзирнову Скорее всего до Дзирнову Плюс реновируем парк Не реновируем, а сделаем маленький парк Около экономического факультета Латвийского университета Около старого города Чтобы рижане видели, что решение комплексное Что это та улица, на которой будет приятно находиться А велодорожка будет ограничена от дороги? Нет Нет, она будет ограничена Отделена только покрытием Я еще раз повторюсь Рижане, наверное, знают, как это сделано на улице госпиталя Ряд экспертов все время жалуется на то, что велодорожки у нас не ограждены насаждениями какими-то от дороги И что это, в принципе, не решает То есть велосипедист, по сути, находится в небезопасной ситуации? Во-первых, самая безопасная ситуация Это общее живое пространство города Здесь никакая крышбара, ни скоростная трасса Ни дорога, по которой нужно проскакивать через город Это пространство общее для водителей, велосипедистов и пешеходов И как только мы вот такими покрытиями все разделим, потоки отделим Но не будем выстраивать никакие берлинские стены между участниками движения Все будет в порядке Потому что на самом деле опыт показывает, что в тех городах, где нет такого жесткого отделения Но потоки разделены, как раз таки все в порядке Люди уважают друг друга, более внимательны И все развивается по-человечески Вы говорите, этим летом вы обратите внимание на центр Как житель микрорайона, спрошу, когда вы обратите внимание на внутридворовые дороги? Как житель микрорайона вам отвечу Что наш департамент отвечает только за дороги, которые отделены красными линиями Внутриквартальные это исполнительные дирекции Но, естественно, я думаю, нашим зрителям все равно Кто за это отвечает? Рижская дума и Рижская дума Поэтому проинформирую, что внутриквартальные покрытия в этом году менять тоже будут Где именно? Каждая исполнительная дирекция меняет в своем районе То есть внутриквартальные будут во всех районах А мы, в свою очередь, связываемся с исполнительными дирекциями Для того, чтобы в местах соприкосновения магистральных улиц с внутриквартальными дорогами Тоже поменять покрытие, чтобы все было согласовано Жителям еще хочу сказать, что Кришьяна Барена мы меняем покрытие в этом году Плюс Алфреда Калнане улицу, брусчатку поменяем на более удобный вариант Плюс Райня, бульвар Райниса Мы полностью поменяем асфальт На югле улица Юглас, но это в связи с тем, что мы согласовали наши действия с Ригас Силтумс Которые меняют теплотрассы и, соответственно, после того, как они поменяют теплотрассу Мы тут же поменяем асфальтовое покрытие Что касается направления Юрмалы, когда туда увеличивается поток Что касается направления Саулкрасты, где-то в этом направлении собираются ремонт? Чего ждать конкретно летом? Очень коротко, время заканчивается В направлении Юрмалы, конечно, только островной мост Но вы, как работники телевидения, которые каждый день с этим сталкиваются, наверное, заметили Что организация движения очень удачная И видно, что количество полос на мосту не является основанием для пробки Пробка в других узких местах Но мы две полосы на островном мосту в каждом направлении оставим Единственное, что на Карле Ульмане Гатве вы видели, меняется коллектор ливневой канализации И там тоже будет ремонт